Добрый день дорогие друзья, меня зовут Анатолий Я нахожусь в Владикавказе И хотел бы вместе с вами взглянуть духовно На пешеходную дорогу в городе Владикавказе Это две улицы, Московская и Весенняя И вот пешеходная дорога И мы будем смотреть на эту дорогу духовными глазами Итак, прежде всего детская площадка Можете себе представить родителей, которые дарят своему ребенку Испорченную, сломанную игрушку Также привезти сюда качели Бросить их на сырую землю, неподготовленную И оставить все Мы идем дальше с вами Гаражи Много гаражей, все они разные Они нужны И проблема гаражей, она связана с тем, что Россия страна, в которой нету общественного транспорта В принципе нету, даже в Москве, в столице Где транспорт не ходит общественный ночами С часа ночи до шести утра Это проблема И проблема она каждого человека И вот почему многие люди стараются приобрести свой автомобиль Чтобы не пользоваться плохим общественным транспортом Это гаражи, они побеждают И все больше и больше И вот здесь пешеходная дорога Которая ведет От одной улицы к другой Мимо двух детских садов И все больше и больше гаражей Строят здесь Именно на пешеходной части И затем произойдет использование Вот этой пешеходной дорожки Для автомобилей И люди, которые дают разрешение На строительство этих гаражей Они абсолютно не думают Я так думаю О тех людях, о тех детях Которые пользуются этой дорогой Каждый день Об их родителях И о безопасности Потому что В ночное время Здесь нету освещения И детям Как и взрослым людям Многим страшно ходить И теперь из-за этих гаражей Эта опасность будет возрастать Но кто думает об этом? Третий Это мусор Который находится здесь И все больше и больше Приобретает Разные формы И сжигает мусор Собирают его И мусора становится настолько много Что не помогает Периодические очищения Скажем Один раз в три месяца Этого недостаточно Мусора очень много И теперь духовный взгляд На этот мусор Вы знаете Заповедь Не убей Она гласит широко Бог заповедовал Не убивать В начале самого себя Человеку Чем? Матовыми словами Проклятиями Отверганием Божьего благословения И в том числе Человек не должен Убивать природу Которую Бог Создал для людей И Вот этот мусор Это Проклятие Это Осквернение Природы И за это Люди расплачиваются Здоровьем Проблемами в семье А потом они ожидают Чтобы Была Божья милость В их жизни Или Благословение Здесь школа Рядом А с другой стороны Находится Детский сад И вот дети Которые Каждодневно Дважды в день Проходят мимо По этой дороге Пешеходной Они видят этот мусор Они привыкают И они начинают Сердца их не черстветь Они начинают К этому привыкать Вот такой Духовный взгляд На Проблему Которая есть И не одна А много проблем И я бы хотел Чтобы мы Люди Понимали Что проблемы Не берутся Просто так А есть сила Которая эти проблемы Приводит в нашу Жизнь И мы должны Оставаться На Божьей Дороги И добро В нас Не должно Угасать Добро И к самим себе И К природе И к животным И К людям Порассуждайте На эту тему А я желаю вам Божьей милости И благодати До свидания Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok